27-летняя Ольга Колесникова на днях родила вторую дочку. Первого ребенка женщина рожала по месту жительства в Гулей-Поле. А маленькая Маша появилась на свет уже в соседнем райцентре. Мне лучше, конечно, дома. Там я жила через дорогу, перешла через дорогу и там родила первую ляльку, допустим. В Пологовском акушерско-гинекологическом отделении в год теперь готовы принимать дополнительную сотню родов. Обеспечены необходимыми медикаментами, но есть нехватка специального оборудования. Не хватает слеткающей аппаратуры, которая сейчас есть на разы новиня, которая слетка за матерью, за плодом, подчас пологи. Это кардиотокограф. Ну и монитор пациента. Дыхальная аппаратура у нас турбует. Но больше всего врачей и самих будущих мам беспокоит дорога к роддому. Участок автотрассы, соединяющий Пологовский и Гуляйпольский районы, в аварийном состоянии. Ехать в карете скорой по такой дороге Ольга не решилась. Это сумасшедшая дорога, если честно. Ехали своим ходом, а если бы ехали скорой, я не знаю, наверное, там и родила. И такой случай уже был. 1 ноября женщина родила в пути. Врачи говорят, списывать это лишь на плохое состояние дороги нельзя. Но объезд ям забирает драгоценное время при доставке роженец. Несколько месяцев назад районные чиновники анонсировали выделение 12 миллионов гривен на ремонт дороги. Получить деньги планировали из фонда социально-экономического развития. Подготовили проект работ, но из списка объектов Кабмина он был исключен. Капитальный ремонт в последнее время это очень проблемно, потому что для финансирования объектов за счет средств государственного бюджета необходима инвестиционная программа. Ее разработка, защита в отраслевом министерстве, министерстве экономики. То есть перспектива дальняя. Более оптимальный вариант это провести аварийные работы. Имеющийся финансовый лимит сегодня позволяет областной службе автодорог провести аварийный ремонт дороги между пологами Игули-Поле. Но проблема с поиском подрядчика. У нас есть финансовый ресурс, который мы можем направить на ремонт этой дороги. Тремя подрядчиками уже выезжали непосредственно на объект. Но пока не сложилось. Будет ли ремонт до конца 2016 года напрямую зависит от поиска подрядной организации. А вот капитальный ремонт чиновники в кабине, похоже, пока и вовсе отложили в долгий ящик. Гулейпольским роженицам пока ничего не остается, как добираться к родильному дому заранее. Екатерина Шапка, Александр Доля, Пологовский район, ТВ5.